Немножечко слабенький, но на тот момент казалось, что это вполне достойный проект. Я сейчас даже не смотрю, что мы его вывели. Я помню на планерках, когда говорили, ой, ну что, сделайте там ремонт, куда вам далеко до проекта большого, там, квартирный вопрос, да, или школа ремонта. Ой, много критики было, много в наш адрес было всего. То есть пока мы донесли до телезрителя, что мы не делаем ремонт, мы делаем визуализацию, мы делаем дизайн-проект. То есть на самом деле это очень удобно, Альбин, ну вот скажи. Первый раз увидела программу, я такая, наконец-то, у нас в Активинске появилось что-то подобное. Альбина, как долго вы сотрудничаете с проектом и с Ириной? С того года, 2017 года. Год уже, да, получается? Ну, в ноябре будет. Ну, смотрите, реально в проекте участвуют люди. То есть это не актеры, это не массовка, да? Вот как вы общий язык с ними находитесь? Ой, Дима, какие актеры? Мы не успеваем отбиваться от звонков. То есть у нас очередь... Желающих очень много. Желающих много, очередь у нас порой бывает даже на два месяца вперед. А как вы... Люди ждут. Как вы отбираете? Отбираем... По очереди? Да, по очереди. Люди звонят. Запрос. Единственное, мой вопрос, насколько это все должно состояться быстро, скоро, потому что если... Вот, а сроков. Я потом нервничаю, потом нервничает вся команда, потому что бывают разные случаи, но я ни в коем случае не давлю ни на кого, потому что это творчество. Как говорится, мы люди творческие, хотим творим, хотим вытворяем, так что мы иногда вытворяем. Девчонки, ну, поделитесь такими какими-нибудь казусными моментами. Всегда же интересно узнать о кухне за кулисами. Ох, ох. Какой-нибудь такой пример, который запомнился вот за эти восемь лет? Ты знаешь, Асель, вот, наверное, как-то энергетика программы очень хорошая, и вот каких-то вот таких вот подводных течений не было. Даже бывало так, что человек мне звонит, говорит, Ирина, у меня не получается, я говорю, как не получается, у нас уже съемки, все, сейчас что-нибудь придумаем. И вот действительно, я боюсь сглазить, но все, слава богу, нормально. Бывают моменты, когда просто наша команда выходит в выходные, и мы сдаем программу впритык, потому что всякие нюансы бывают. Вот тут, конечно, начинается. Абель, а у вас были какие-нибудь вот проблемы непосредственно с соучастниками проекта? С соучастниками? Я думаю, нет. Ну вот смотрите, тот же квартирный вопрос, да, они переделывают, и несколько раз, когда они делали известным людям дизайн, полностью ремонт, людям не нравилось это. Но на вкус и цвет товарищей вы как-то обговариваете изначально? Нет, но они ведь обговаривают, наверное, в самом начале. Да, дело в том, что у нас наши телезрители, вообще жители нашего города, как я поняла, очень тактичные люди. И даже если что-то, наверное, не нравится, звонят дизайнерам и просто уточняют какие-то нюансы. А так, чтобы прям, вот, мне не надо, и все, я больше к вам не обращусь, такого не было. Люди обращались спустя год, спустя два года, то есть приобретали новое жилье, звонили и говорили, а вы меня помните? А я помню все. Это круто. Даже на той неделе пришлось отвоевывать диван. Каким образом? То есть клиент, он говорит, у нас вот есть мебель, вы должны под эту мебель подстроить. Вот как хотите, подстраивайтесь. Да, подстраивайтесь. И мы хотим то, 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 но никак она не идет. Это мебель, да? И потом уже договариваешься, что ну, простите, ну, как-то нужно что-то другое. И клиент соглашается. То есть он хочет видеть красивый интерьер. И то есть, да, отказывается от того, что есть. Потому что на самом деле дизайнеру легко работать, так как тогда, когда пространство... Да, с чистого листа. А когда есть какие-то элементы мебели, уже, конечно, сложноватая задача вдвойне усложняется. Ну, девочки справляются, молодцы все. То есть, хотя, несмотря на их загруженный график, всегда находят время, всегда их посещает муза конкретно нашего. Альбин, вот сейчас я уже говорил, да, сегодня в течение эфира, что очень модно обращаться к дизайнерам. Вот часто ли люди сейчас доверяют, обращаются, с какими больше всего идеями они к вам обращаются и вопросами? Ну, самый первый вопрос – это что сейчас в тренде, допустим, как сделать? А вот что сейчас в тренде? Сейчас в тренде индивидуализация. Каждый должен... Я вот пытаюсь, все у нас спрашивают, давайте, как модно. Я говорю, модно каждый как захочет, говорю. Просто нужно это красиво все оформить. Ну, какие-то есть, наверное, детали, которые вы в любом случае советуете? Цветовая гамма в моде какая-то? Да, она должна сочетаться. Цветовая гамма яркие, оттенки сейчас в моде, допустим, темные полосы. Должна быть как-то вот дозированная. Да, ну, дозированная, да, разбавлять ее нужно будет. А вот этот вот стиль лофта, он до сих пор актуален или уже? Актуален. Буквально недавно у нас в программе Аидат Легенова выступала. А мы показывали уже готовый проект, то есть люди реализовали в стиле лофт. Очень классно. Вот в продолжении к вопросу, Дмитрий, обращаются к дизайнерам. Сейчас это стало веянием моды или же все-таки потому, что не могут сами, не хотят? Или же хотят привнести что-то такое и завтра рассказать соседям? А я нанимала дизайнера. Многие не хотят повторяться тоже, вот, допустим, как бы сделать так, чтобы у нас вот было лучше, да, лучше. И многие на самом деле не понимают, что сделать, как делать это, вот, какие обои поплеить даже, какой паркет положить, какие плитуса подобрать между обоями и вот. А сами потом. А на самом деле сложности какие-то возникают. А вот дальше они как-то в ваш проект пытаются втиснуть еще свои идеи или нет? Поэтому не без этого. Конечно, да. Своими советами. Да, они, они, ну, так и составляется дизайн. То есть мы выслушиваем клиента, спрашиваем, что они хотят, а потом от этого уже картинку делаем. Потому что в любом случае это их вкус, это их интерьер, они там лучше. Вот вы сделали картинку, визуализацию, отдали их. Вы потом общаетесь с людьми? Они реально воплощают эти идеи? Воплощают, бывает воплощают прям на все сто процентов, бывает отходят, но идею сохраняют. Так что... Альбина, а вообще услуги дизайнера дорогие или нет? В зависимости от того, кто делает. Смотря что, либо это двухкомнатная квартира, либо это коттедж, наверное, в зависимости от этого. Конечно, от квадратуры. От квадратуры. И каждая просчитывается отдельно комната, да? Если это гостиная, то это отдельно. Вообще, да. То есть общее нет? Общее, если, наверное, будет, то там уже скидка, да, будет, скорее всего. Альбина, а вот у меня такой вопрос. Я слышала, правда это или нет, что некоторые собственники коттеджей, они, когда делают, работают с дизайнером, то есть просят какой-то индивидуальный подход и так далее, а потом все это боятся показывать, просят не фотографировать для того, чтобы другие не сделали по аналогии что-то. Ох, как нам это знакомо. То есть есть так, есть, да. Такие вещи. А как выкручиваетесь из подобных ситуаций? Вам же надо показать свою работу. Нам надо, но порой приходится соглашаться, что нельзя. Не полный, да, интерьер можно показать, а какие-то детали просто, я думаю, да, да. Девчонки, ну такой вопрос. Для наших телезрителей все ведь это бесплатно? Конечно, бесплатно. Вся оплата, все на плечах спонсоров, наверное, да? Да, да, потому что первое время люди звонили и говорили, а правда, что это все бесплатно? Я говорю, ну совсем все. А первое время было так, что ремонт тоже бесплатный? Я говорю, нет, только визуализация. Изначально люди не понимали, да зачем нам ваш дизайн-проект, да мы сами дизайнеры, да мы лучше вас дизайнеры. Мы сами познаем, куда что ставить, какой диван, какая стена должна. Такое немножечко предвзятое отношение было, то сейчас люди все это поняли, раскусили. Но даже элементарно, небольшая комната, допустим, 15 квадратных метров, средний дизайн, ну пускай 4 тысячи тенге, да, квадратный метр. Ну понятно, сколько экономит человек только на визуализации. А это индивидуальный подход, это не только то, что, как Альбина сказала, модно, а это именно вот какие-то детали, которые, допустим, близки человеку. То есть там, возможно, картина какая-то, да, вот обязательно она должна быть. А вот дизайнер должен все это подыграть. Ну и говоря о бюджете, хотелось бы поинтересоваться все-таки, как удается найти спонсоров, потому что, ну, ни для кого не секрет, мы коммерческая организация, в любом случае. Спонсоры, как правило. Дима вам помощник. Ой, Дима, да, это палочка-вручалочка, однозначно. И еще такой момент, что наши партнеры к нам обращаются сами, потому что они понимают, что мы работаем с дизайнерами, то есть это такое хорошее подспорье для наших партнеров. Мы работаем с заказчиками, поэтому нашим партнерам очень приятно, когда к ним приходит такая команда творческая. Поэтому тот, кто это понимает, выходит на связь с нами самим и долгие годы с нами сотрудничает. А вот, девчонки, скажите, пожалуйста, натяжные потолки остались в моде или ушли уже? Остались. Остались. А помните, раньше делали из гипсокартона различные? Ой, нет, нет. Уже все отошло. О, ребят, как мы иногда боремся. Боремся, да. Потому что приходят, давайте нам натяженный потолок, так, тут короб, тут подсветка, тут, ребята, давайте, не надо, ну, небольшая площадь, да даже если бы большая была. То есть люди до сих пор вот это любят, да? И не хочется как-то обижать человека, что это уже все не модно начинаешь. Ну, вы понимаете, да, через пару лет это вообще, конечно, в лето доброет. Подковы, да, делают? Ой, Дима, да. С подсветкой. Мы уговариваем, мы убеждаем, люди соглашаются, потому что матовый натяжной потолок, ну, это всегда классика жанра. Глянется, он уже, конечно, отходит. Хорошо, что мама сделала и послышала меня, и сделала натяжной потолок матовый. Вот оно. Ну, Ирин, у тебя тоже в квартире идет ремонт, я так поняла. Я, да, кстати, о том, о чем ты говорила, начинаешь с одного, заканчиваться с другим. Решила просто перевесить картину, у меня там картинка закончилась, закончилась таким погромом. Так что вот. Так что она теперь жертва ремонта тоже. Да, но я что хочу сказать, несмотря на, так будем говорить, свой хороший опыт работы с дизайнерами, я никогда не говорю о том, что я все знаю и буду делать сама. Я созваниваю с девочками, то с одной, то с другой, то с третьей. А можно так, а можно это. Ну, то есть я в любом случае советуюсь, и я призываю наших телезрителей в любом случае обращаться к профессионалам. Вот, видите, друзья, так что смотрите программу на сайте riketv.kz, в ютюбе есть. И, конечно же, смотрите через экраны телевизора в декоративной страсти, а программа уходит по воскресеньям. В 11.30. В 11.30 на нашем теле. Я помню время. Вы мне напомнили, напомнили. Друзья, мы благодарим вас за то, что пришли в нашу студию. Желаем вам творческого вдохновения. Спасибо. На дальнейшую работу. Ну и всех благ. Творите, ремонтируйте. Спасибо, Дмитрий. Радуйте телезрителей, да, потому что на самом деле проект очень интересный. И я думаю, что для телезрителей он как бальзам на душу. Да, и бальзам, и помощь, и все, все прям в копии. А я от себя хочу пожелать тепла и уюта вашему дому. Вот. Вы поняли, друзья, тепла и уюта вашему дому. Спасибо огромное вам, девушки. Дорогие телезрители, не переключайте канал. Оставайтесь вместе с нами буквально через несколько минут после рекламного блока и продолжим говорить по теме нашего эфира. Спасибо. Спасибо.